и вот я снова приветствую вас у себя на канале сегодня у меня опять концерт по вашим заявкам просто напомню вам что если вы захотите заказать у меня какой-то урок то можете связаться со мной по ссылке в описании а попросили меня разобрать вот такой футаж из переливающихся кругов который крутится бесконечном цикле под музыку для начала создадим композицию квадратный в которой будет находиться анимация расхождения одного круга примерно с такими вот параметрами я для начала возьму и здесь мы создадим шейп шейпу добавим обводку и где-то за 4 секунды сделаем рост этого круга сразу включу анимацию убираю так чтобы не было видно а здесь ставим 0 возможно с обводкой нужно поработать потому что от толщины обводки будет соответственно жирность этих кругов зависеть анимирного параметра сайс на графике можно как-нибудь его подкрутить чтобы не совсем линейный было движение так будет интересней теперь нужно добавить всяких искажений на этот круг чтобы он смотрелся ну более таким аморфным при создании эффекта я решил ограничиться вот таким набором плагинов которые уже повесил на слой сейчас мы будем настраивать но если у вас русской версии автор эффекта то в описании вы найдете ссылку с переводом название эффектов с русского на английский назад чтобы лучше ориентироваться первый эффект создает неровности небольшие теперь кольцо выглядит неровным и немножко таким помятым кстати я думаю что в начале слишком толсто получается обводка поэтому я ее пронимирую тут от 20 до 90 и урофина тоже вот этот параметр который изменяет степень искажения тоже про анимирую принципе здесь вы можете уже начать экспериментировать потому что если увеличивать искажение то кольцо будет терять свою целостность но я решил оставить его чтобы оно было целым на протяжении всего существования дальше у нас вешается turbulent displacement это еще один очень популярный эффект для создания искажений и с помощью него я наоборот сделаю мелкие искажения тоже по контуру круга следующий у меня старенький плагин всем известный gaussian который просто сглаживает картинку делаю немножко такой размытой можно например чем поменять здесь местами получится эффекта будут немножко меняться но получилось немножко дымный такое кольцо дальше мы на него фрактальный шум вешаем фрактальный шум мы повесим в режиме мультиплей и он у нас будет создавать всякие неоднородности внутри кольца тоже будет способствовать какой там текстуре сейчас у нас кольцо на прозрачном фоне я повешу solid composite с черным фоном чтобы прозрачности не было потому что потом буду в режиме сложения накладывать и на glow еще будут применять а glow не очень работает с прозрачностью хорошо ну и в конце там такая характерная текстура была это мы сделаем с помощью вектор блюра он как немножко так вот заостряет картинку дело ее более похожей на плазму вектор блюр мы уже не раз использовали и весь этот стек эффектов соответственно формирует из обычного кольца такой вот немножко дымчатая я уже делал урок в котором создавался космический взрыв от которого расходилось модное кольцо плазмы и этот метод создания того же кольца можно использовать в принципе и в этом уроке вместо шейпа в любом случае рекомендую вам посмотреть этот урок потому что там используется интересная методика создание фрактального шума с помощью градиента мне вот не очень нравится что вначале кольцо слишком серое это из-за гаушен поэтому я про анимирую его тоже чтобы с ростом кольца и размытие тоже увеличивал свой параметр вначале она получит очень такой тоненькой и потом только будет разрастаться теперь давайте создадим уже обычную композицию с параметрами для просмотра которую перенесем кольцо кольцо как помните у меня с запасом размер теперь передо мной стоит задача создание цикла в оригинальной композиции я в принципе вот расставлю маркеры в начале маркер понятен вот тут ставлю маркер где завершается анимация в принципе здесь нам нужен только вот этот вот кусок если я его продублирую и вот сдвину наполовину то круги у меня и кстати надо в режим наложения как раз перевести в режим добавления чтобы они друг на дружку накладывались у меня теперь получится два круга одновременно на экране но цикл еще не полный поэтому я тоже дублирую вот так вот сдвигая слои у меня получится анимационный цикл который будет бесконечно крутиться и не будет видно совершенно где он начинается где заканчивается зачем я делал большие такие композиции квадратные чтобы смотреть у нас сейчас они кольца одинаковые но я могу например вот это вот кольцо повернуть на какой-нибудь другой угол и они уже не будут совпадать и будут выглядеть немножко разными хотя это одна и та же композиция в принципе я могу сделать несколько таких колец пойти в те шумы которые мы меняли и крутить у них вот эти вот разные параметры типа evolution они в принципе у каждого плагин есть и эти кольца они будут немножко отличаться и потом в принципе я могу сальтом перенести подменить его и тоже как вариант но это самый дешевый способ когда используется одна композиция просто она поворачивается и не совпадает немножко ну уж сами выбирайте один способ дешевый простое другой потребует от вас больше телодвижений более подробно про создание анимационного цикла подобным методом я рассказывал вот в этом 158 уроке ссылка в подсказке ютуба в описании а сейчас в after effect я просто продублировал кучу этих слоев выстроил их ступеньками друг за другом имейте ввиду что они как бы попарно располагаются я вот специальным цветом обозначил то есть если например менять вращение как я говорил в предыдущем уроке нужно делать это попарно потому что эти как бы композиции считаю что они друг за дружкой идут и теперь у меня куча кругов в постоянном цикле которые накладываются друг на друга теперь нужно переходить к покраске тоже расставлю маркеры композиции буду красить в другом месте вот так вот раз это у меня зацикленный кусок оригинальная композиция в районе часа естественно делать такой руками я не собираюсь поэтому мы воспользуемся таймремаппингом создадим ключи на полях по краю вот этот удалим сальтом щелкаем property loop out вот это выражение и будет бесконечный цикл народ но в принципе у меня на канале уже полно уроков сами понимаете есть у меня отдельный урок и потому как зацикливать композицию 109 урок поэтому если что-то непонятно смотрите по ссылкам в описании но я думаю создать какой-нибудь градиент на заднем фоне я его просто сделаю с помощью обычного градиента радиального и с помощью тинта перекрашиваю в темно-синий цвет но тут посмотреть надо уже по обстоятельствам он у меня кидается вниз режим наложения сложение с помощью эффекта тритон я перекрашиваю изображение немного другие цвета более синие ну они соответствуют образцу и еще такую хитрость применю вот у меня копия этого слоя я на нее также вешаю фрактальный шум в режиме мультиплей чтобы он просто создавал короче мне нужно съесть часть изображения немножко упрощу его и увеличу размер сейчас вот такая вот получается кусками его я перекрашиваю в более яркие участки в бордовые у меня частично наложились другие цвета и я возможно просто ради интереса сдвину немножко назад по времени эту композицию чтобы она отставала и чуть-чуть как бы накладывалась на посте с опаздыванием дальше делаем adjustment на adjustment вешаем стандартный эффект glow что-нибудь с ним надо будет похимичить чтобы все это ярче заиграло и заперливалось может быть вот на эту композицию попробую еще кривые можно еще сделать один adjustment на него так это вот у нас эффект glow а вот на этот adjustment сверху можно еще кинуть эффект вектор blur который мы уже сегодня использовали для создания такого немножко странного эффекта ну понимаете здесь уже свободное творчество идет вы что хотите то и придумываете можно еще ради интереса попробовать повесить сюда какой-нибудь радиальный эффект типа radial blur или fast radial blur он создаст немножко вот такие засветы от центра может кому-то понравится типа в данном случае это будет типа motion blur и немножко так размывать картинку в оригинале в тот момент когда круг появляется он выглядит более горячим более ярким более белым у меня он совсем какой-то невзрачный в этот момент в этом я думаю что просто прибавлю обводки чтобы первые несколько кадров он был более толстым да вот что-то типа такого и еще у градиента который мы делали у него можно немножко ну здесь уже мои какие-то личные предпочтения можно немножко вот сердцевинку поднять чтобы она погорячей тоже смотрелась по отношению к краям в общем не знаю что еще сказать такая анимация получается все естественно настраивается толщина цвет как видите очень просто единственное что напомню помните что первый и последний кадр видите у меня сейчас они одинаковые потому что луп полный но первый и последний кадр они не должны быть одинаковыми иначе цикл будет с повторяемым кадром на конце и на начале поэтому на один уменьшаем получается вот идеальный цикл из этого цикла ну конечно я вам не советую делать как у меня сейчас для примера я сделал порядка четырех секунд потому что это очень мало будет видна повторяемость лучше сделать конечно там секунд на двадцать на тридцать а уж их можно зациклить там и в час и в два и в три если хотите можете скачать этот проект ссылку на него я приложу к описанию на ютубе ну а пока вы не ушли обязательно поставьте лайк и оставьте какой-нибудь комментарий это поможет моему каналу в современных условиях на ютубе если вы еще не подписались то подписывайтесь здесь уже полно как вы видели уроков по авторефекту на любые темы присоединяйтесь к социальным сетям смотрите другие полезные уроки много ссылок я оставил в описании как я уже не раз говорил на этом у меня все пока